По традиции фестиваль начинается с городского педагогического совета, на котором подводят итоги года, обсуждают ключевые вопросы отрасли и составляют планы по реализации стратегии федеральных проектов в сфере образования. Мы уже начали реализацию нацпроектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», создание новых мест в дошкольных учреждениях и в школах. А сегодня в восьми школах мы создаем точку роста. Это многофункциональные центры, которые позволят детям после уроков заниматься информационными технологиями, шахматами, 3D-моделированием, техническим творчеством. И создание таких центров в наших восьми селах, Адлерского и Лазаревского района, это большой прогресс и целое событие для села. До 2024 года плюсом еще будет создано таких 14 центров. В ближайшие дни эксперты встретятся с сочинскими педагогами и проведут семинары по актуальным на сегодня вопросам. К примеру, медиабезопасность подростков в интернете или способы раскрытия лидерских качеств. «При помощи интерактивного глобуса можно выполнять элементарные тесты даже. К примеру, нам нужно найти страну». «Покажи, как можно больше разных стран. Уровень один. Готов? Марш!» Глобус с дополнительной реальностью, интерактивный умный пол, напольные шахматы, цифровые лаборатории и разнообразное программное обеспечение. Различные ресурсы, направленные на решение образовательных и воспитательных задач, представлены на выставке, которая развернулась в фойе Зимнего театра. Эти современные технологии уже внедряются в систему образования. Интерактивные доски, информационное табло с расписаниями и другие новшества уже есть во многих сочинских школах. На капитальный и текущий ремонт школ и детских садов в этом году из городского бюджета было потрачено более 130 миллионов рублей. Это в два раза больше, чем в прошлом. Современным оборудованием укомплектованы и новые корпуса 82-й школы в Дагомысе и 15-й гимназии на Макаренко. В новом учебном году они впервые откроют свои двери. Большую поддержку городу в этом вопросе оказали меценаты. Сегодня они получили заслуженные награды. Мы ставим перед собой задачу улучшения качества знаний, потому что от этого зависит и дальнейшая судьба наших деток. Естественно, что и перед учителями, и перед директорами школ будут поставлены задачи. Не обойдемся и без тех мероприятий, которые касаются безопасности. Все 167 образовательных организаций города находятся под охраной, имеют ограждения, и в них установлены камеры системы видеонаблюдения. Ну а что касается открытия дополнительных мест, то до конца года завершится капитальный ремонт бывшего здания Сочинского госуниверситета, который станет новой школой. Также будет сдан новый корпус детского сада номер 7 в Хосте и три пристройки к детсадам в Центральном районе и в Адлере. В следующем году начнется строительство еще двух новых школ. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.